Даниил Кравчук Под грохот взрывов врачи заподозрили у ребенка порог сердца. Валерий, слесарь Горводоканала, едва собрал деньги на обследование. Четыре месяца я не вижу зарплаты. А пособие на ребенка? Пособие на ребенка нам сказали, что нет. Лечиться поехали в Харьков. Там Даниилу поставили новый диагноз – гидроцефалия. Это когда в мозгу скапливается жидкость. Мальчик нуждался в лечении и срочной имплантации дорогостоящей шунтирующей системы. За помощью родители обратились в гуманитарный штаб Ахметова. Уже на следующий день было выделено 30 тысяч гривен. И маленького пациента готовили к операции. Буквально мгновенно, да, это все было. Я был вообще в шоке, так как было безвыходное положение. Оплатил, ну, в буквальном смысле, все. Без него, я не знаю, что бы мы сделали. Семья вернулась в Макеевку. Теперь о перенесенной боли и страхах напоминает лишь небольшой шрам на голове малыша. Пусть, пусть, пусть. В рамках программы Рината Ахметова «Поможем здоровье» помогают детям с разными диагнозами. Оплачивают не только лечение, но и реабилитацию. Для Ринаты Ахметова очень важно помогать детям. Это дети со сложными хроническими и генетическими заболеваниями. В том числе мы оказываем помощь раненым детям, которые пострадали. В основном это дети со сколочными ранениями. Это случаи, где сдетонировал неразорвавшийся снаряд. Также в штабе материально поддерживают те мечи, чьи дети погибли в ходе этой необъявленной войны. Юлия Меншакирова, Данила Киреев. События. Канал Украина.